Друзья, привет! Привет! Это новый выпуск на моем канале Ближе. Сегодня 1 сентября, я только что прибежала с линейки. Моя дочка пошла в первый класс сегодня, проводили. Но сегодня выпуск не про школу, про школу и образование у нас уже был. Классный выпуск. Вот тут вот оставлю напоминалку. Если не смотрели, обязательно посмотрите, особенно в начале учебного года. Сегодня на самом деле будет личный выпуск, такой, знаете, в формате влога. Поделюсь частичкой своей жизни. Но думаю, что он будет интересен многим, потому что этот выпуск про глубинку, про российскую провинцию, про Урал, на котором я была буквально пару недель назад. Там живет моя любимая бабушка. Мы ездили ее навещать. И, конечно же, мне захотелось снять, как живут люди. К сожалению, не получилось какого-то гигантского, большого выпуска. Получилась такая маленькая частичка красивой природы, людей. Потому что, честно скажу, и это не только мое мнение, к сожалению, очень много лет живя в Москве, в Питере и в другом городе-миллионнике, ты действительно забываешь, каково это, жить в городе маленьком, до 100 тысяч человек. Да что там до 100, до 50, до 20 тысяч человек. Вот такие вот крошечные городочки, в которых тоже есть своя жизнь, своя культура, свои традиции, свои истории. Я не была там очень много лет, и у меня сложилось много инсайтов, много каких-то мыслей. Поэтому обязательно, если вы из такого города, или часто бываете в таком городе, я не была порядка 9 лет, обязательно пишите в комментариях, как обстоят дела в вашем городе, как там живется, как относятся в Москве и к Питеру, что важно. Обязательно поставьте колокольчик, уведомлялку. Лайк — это помогает видео продвигаться дальше, алгоритмы YouTube подхватывают его и несут дальше к другим людям, чтобы не только так случилось с выпуском про мужа турка, но и про нашу российскую глубинку. Приятного просмотра, и будьте добрее! Тут красота невероятная, вообще практически Швейцария какая-нибудь, или озеро Кома. Сейчас меня опять обвинят в антироссийской пропаганде. О том, что мы в России, мне лично напоминает только мат вокруг активный. Люди прыгают в воду, и ух, прям сразу так ругаются по этому поводу. Вода, видимо, прохладная, но очень красиво. Так, ну что бы вы мне ни говорили, не без ложки дегтя. Вот что везде здесь. Люди, миленькие, убирайте, пожалуйста, за собой. Смотрите, вот такая красота. Водичка чистая, и горы мусора. Сейчас они начнут сюда шарахаться. Как так? Им сказали сюда не ходить же. Ана, вот ты расскажи, сколько ты здесь живешь вообще? С рождения. И переезжать куда-нибудь хочешь? Раньше хотела, сейчас уже, наверное, нет. Сейчас я привыкла, уже вся жизнь здесь, друзья здесь, родственники здесь. Есть мысль иногда куда-нибудь за границу уехать жить. Мы подумываем об этом, но держит все-таки, наверное, то, что родители здесь. Их не бросить, а они, к сожалению, стареют. Хотя возможность такая, в принципе, есть. Ну, а как здесь живется? Вот сейчас, когда у тебя дети, семья, и ты смотришь на это уже взрослыми глазами. Пока дети маленькие, здесь просто шикарно. Здесь я могу не переживать за безопасность детей. То есть они могут спокойно гулять самостоятельно, одни и допоздна. Здесь хороший воздух, природа. По образованию, конечно, есть небольшие огрехи, но... Ну, инфраструктура, вот это все дела, чтобы там сводить, куда-то сходить. Ну, не хватает, конечно, но я считаю, что это не так сильно принципиально в жизни. А как, куда-то выезжают вообще? Куда вы куда-то выезжаете? Или это, в принципе, здесь становится не нужно? Потому что ты живешь, как бы, немножко по-другому. Да, на первое место не выходят. Купить необходимую ту же одежду, обувь можно и здесь. Ну, типа там кино, я не знаю, посвящения какие-то. Есть в соседнем городе, пожалуйста, кинотеатр. Можно чуть подальше, Катафу-Увановск. Есть Садка, там тоже кинотеатр. Мы туда частенько тоже раньше ездили, а сейчас в Катаф ездим. У Катаф кинотеатр, то есть маломальское развлечение все равно есть. Ну, конечно, нету торговых центров, но, честно, мне неинтересно слоняться. Ну, короче, просто, видимо, да, уклад жизни получается другой немножко. Это не так, как, по-моему, в Москве, когда в каждом районе торговый центр. И это, когда плохая погода, то у тебя, в принципе, ну, времяпровождение такое. Карточкой, оказалось, можно расплатиться везде. Ни разу за все наше путешествие у меня не возникла проблема расплатиться картой. Моя любимая Тинькофф Блэк в очередной раз меня не подвела. Заплатить, пожалуйста. Снять деньги в любом банкомате без комиссии, пожалуйста. Но самое приятное потом это кэшбэк. Тратишь так же, как обычно, но часть получаешь назад. Вот, делюсь с вами сокровенным. Выписка моего кэшбэка за эти полгода. Посмотрите, для меня это обычно кофе с булочкой или пироженкой. Упаковка любимых подгузников для моего ребенка. Или же пачка молочной смеси. То есть это всегда, своевременно и приятно. Если хотите так же, оставлю ссылку в описании под роликом. Переходите, открывайте карту. Сейчас действует ограниченное предложение. Откройте карту, потратите 3000 рублей за первый месяц и получите 1000 кэшбэка. Переходите, ссылка в описании. Слушай, ну а про деньги. Я посмотрела, продукт стоит столько-столько в Москве. Абсолютно. Но я же понимаю, что зарплаты гораздо меньше. Да. Как вообще люди живут? Сколько средней зарплаты? Если касается средней зарплаты, вот прям такой округленной 15-20 тысяч. Если ты специалист в какой-то области, соответственно, твой заработок возрастает. Если у тебя еще есть мозги и ты можешь подрабатывать, соответственно, заработок тоже увеличивается. Я сама подрабатываю, потому что моей зарплаты мне не хватает, естественно. Получается, коммуналка стоит столько же, я так понимаю. Даже где-то дороже. Продукты столько же. А зарплаты, получается, сильно ниже, чем в больших городах. Зато нам не нужно тратить на проезд таких больших денег. Если в большом городе нужно куда-то добираться на метро, на машине, то есть это бензин, это все равно дополнительные расходы. Здесь такого нет, здесь все в пешей доступности. Я на работу дохожу. А на машине при этом? Ну, расстояние другие. За последний месяц мне прилетела просто тонна хейта, оскорблений и даже угроз, как ни странно, за выпуск про мужа турка. Если вы его не видели, этот выпуск, там ничего нет криминального, там ничего нет сверхнеобычного. Но этот выпуск, видимо, благодаря алгоритмам YouTube набрал огромное количество просмотров, более 130 тысяч. И, соответственно, придачу к этому тонну комментариев и тонну хейта, как ни странно. Меня обвиняли за пропаганду межнациональной ненависти, за пропаганду иностранцев, за ненависть к русским, что я русофоб и так далее. Меня, конечно, честно скажу, поразила такая реакция. Мне стало страшно, что эти люди, вот они где-то рядом ходят и на самом деле так воспринимают и трактуют просто рассказы о другой культуре. Просто рассказы о том, как живут другие люди в других странах. Это же так интересно, на мой взгляд. Это безумно увлекательно. Посмотреть, как там. Не то, что это кто-то хуже, кто-то лучше. Я ни в коем случае никого не сравниваю. Я просто показываю, как живут люди в других местах. Но, к сожалению, очень многие это воспринимают негативно. Могу только посочувствовать. Планирую снимать в таком же формате и дальше, потому что мне очень интересно всегда были иностранцы, другие страны, другие культуры. Если вам это интересно, я даже по образованию международник. В моем дипломе написано «Специалист по международным отношениям». Это у меня в крови, что называется. Я люблю это. Поэтому, если нам с вами не по пути, пожалуйста, лучше проходите мимо. Не нужно писать столько хейта и угроз, что за мной кто-то приедет. Нужные и ненужные органы, они мной займутся обязательно. Но, ребят, так можно придраться к каждому каналу. В общем, я желаю вам хороших впечатлений от моих видео. Хороших каких-то ощущений от них. Я вот, знаешь, про что подумала? Про человеческий фактор. То есть я это помню с детства, но раньше я не отдавала себе в этом отчет, когда все друг друга знают. Когда все знают, кто там, на ком женат, разведен, родился, изменился там. И вот это все-все-все. Вот этот момент. Я сейчас стала понимать, что это как бы, ну как сказать, забава такая, что ли, местная. Ты, типа, знаешь, живешь, тебе заняться особо нечем, потому что тебе мало каких-то инфоповодов со стороны. Вот эта тема, она вообще как-то напрягает, как-то она проявляется во взрослой жизни. Надо ли тебе пытаться, короче, угодить общественному мнению? А мне, честно, фиолетово, скажем так. Я, на самом деле, ну не сторонник. Я не знаю всех сплетен, потому что я большую часть времени все-таки на работе провожу. И когда знакомые приезжают, ну что, ну что, а вот это вот как там? Я говорю, я ничего не знаю, девочки, я на работе с утра и до вечера. Мне нужно прийти, сделать какие-то домашние дела. Элементарно выспаться даже. Ну, неинтересно. Это все-таки, наверное, прерогатива бабулек, которые уже на пенсии сидят, семечки лолгают около подъезда. Ну, а на работе там что-нибудь? Ну, те, с кем я общаюсь, я не завожу таких разговоров. Соответственно, со мной об этом не разговаривают. Может быть, между собой они что-то обсуждают. Ну, как-то. Мне больше мальчики нравятся в этом плане. С ними можно похохотать, поржать, но не обсуждать. Все нормально. Вот в таком доме жила моя бабушка когда-то. Двухэтажная, барачного типа. Но на его месте теперь какой-то новодел. Снесли. И вот старый вариант. Стоит на этот соседний дом. Пустой. Никто не живет. Очень они когда-то уютные были. Слушай, а тема алкоголизма. Вот в моем детстве, я помню, прям была жесткая проблема такая. Мне кажется, вот пили вообще все. И все, очень много бухающих людей. Мужчин особенно было. Сейчас вообще как вообще? Эти тренды зожи до сюда докатились? Да, мне кажется, никуда это не делается и не денется. Всегда будут те люди, которые подвержены этому всему влиянию. Как тебе кажется, вот провинция влияет на это? Потому что ты живешь в таком месте. И может у кого-то не получается что-то. Нет. Здесь от человека, мне кажется, все-таки зависит от, не знаю, даже не столько воспитания, а вот психологического состояния, наверное. Подвержен ты этому или нет? Были у тебя какие-то там травмы в детстве психологические или нет? Потому что если ты адекватный, нормальный, то алкоголиком ты точно не станешь. У тебя всегда будет цель в жизни. И она будет тебя вести. На самом деле, мне кажется, что может то поколение, просто когда мы были маленькие, как раз в период, когда завод развалился. Я вот о чем думала еще. Ну, возможно. А сейчас как бы типа в любом случае крутись сам, вертись сам. Вот все равно от людей зависит. Есть же люди, которые это спокойно пережили. То есть они нашли свою нишу, стали предпринимателями, не знаю, нашли другую работу, перепрофили. Мало они. Их мало, но они же есть. Все-таки от человека же зависит. Да, у таких людей меньше, но меньше в случае. Ну, сейчас может быть больше уже таких пробивных, целеустремленных. Ну, и потрясений, наверное, в детстве не было таких и в жизни вообще, в принципе. Сейчас спокойнее мы живем, чем наши родители в то время. Много сейчас уезжают молодежи? Много, да, по-прежнему? Очень много, да. А потом, вот, я не знаю, люди возвращаются, вот у тебя какой-то, я не знаю, опыт общения с ними как-то вы... Короче, нет ли у тебя все равно какого-то ощущения, что, допустим, что ты не уехала, я не знаю, какой-то вот ты как-то жалеешь, может быть, что это у тебя какой-то момент такой? Или тебе тоже из-за этого рвешься ты куда-то? Или вообще как люди сюда приезжают, кто здесь долго прожил, вот их впечатления какие-то? Есть у меня случаи, когда взрослые люди уже, ну, соседи, уехали жить в большой город, ну, в Челябинск, скажем так, это биллионник все-таки. А в итоге в старости уже на пенсии они приехали сюда, потому что здесь спокойнее, здесь огород, здесь природа, они, да, живут с удовольствием. Из молодежи, нет, наверное, никто не вернулся, вот из моих, по крайней мере, знакомых. Пока, да, пока мы еще молодые. Это были сараи, когда-то здесь, теперь здесь все просто оставлено, заброшено. Было переселение по реновации, получается, и людей отсюда переселили в более новые дома. Ну, вот, все осталось в таком состоянии. Вот на месте этого новостроя стоял дом. А чем сейчас в основном здесь люди занимаются? Где в основном работают? Какие-то есть категории? Бизнес. То есть, ну, вообще, наверное, процентов 70 это торговля. Это магазины в смысле? Да, это либо магазины, либо ты работаешь в магазине, либо у тебя есть магазин. Потому что рядом достаточно крупные города с населением в два-три раза больше. А они ездят все, как правило, в юридонетарицы. Продуктами, одежда, обувь, стройматериалы, какая-то техника бытовая, строительная, все это здесь. Плюс много людей занимаются строительством. У меня у самой муж отопление, металлоконструкции, соответственно, со стройкой он непосредственно связан. А для чего? Строят где это? В частные дома, которые имеешь в виду? Да. Все-таки по площади-то сейчас маломальский город начал расти. Доходы у тех лиц, которые хотят его иметь, они растут. Ну, или хотя бы остаются более-менее на прежнем уровне, чтобы можно было себя обеспечить и увеличить жилплощадь. Сколько здесь стоит квартира? При том, что, как я смотрю, много достаточно каких-то вот этих заброшек, ну, типа реновации, переселения. Но вот если захотеть купить квартиру, ну, двушку там, например, с учетом семьи, трешку, это примерно вот какие цены? Однушка от 800 до миллиона. Миллиона ста. Зависит от площади, то есть либо улучшенная планировка, либо стандартная однушка. А двушка от миллион, даже от 900 тысяч можно найти двушки, там тоже от площади будет много зависеть. И от дома, от года постройки дома. Новые дома, там все-таки площадь больше у квартир. Двушка, значит, от 900 можно найти до миллиона 300, миллиона 400. Ну, и трешки где-то в районе миллион 200, миллион 600. Если есть газовое отопление индивидуальное, то до двух миллионов доходит. А дом? Дом, знаю, ну, все зависит от площади, от качества постройки и от места, конечно. В среднем от трех миллионов и выше потолок не ограничен. Вот такой у нас вид открывается с веранды дома, который сняли. Ну, это неоспоримый плюс, конечно. Любой житель, наверное, Москвы, Питера, Казани, Екатеринбурга отдал бы многое за то, чтобы так жить. Потому что обычно городской житель вынужден выезжать, платить деньги далеко за город. А здесь вот так вот очень многие живут. То, что есть здесь в избытке, и то, чего не хватает, наверное, мегаполисом. Свет, у тебя двое детей. Вот расскажи, как мама, как родитель. Чего здесь с детьми, с образованием, со школами? Устраивает ли тебя? Как вообще все устроено? Да, школа за домом, скажем так. Пять минут ходьбы. Конечно, нет досуга детского все-таки. Есть какие-то кружки, танцы, музыкальная школа, спортивные какие-то секции. Но нет такого разнообразия, изобилия. А сейчас вот, кстати, очень же модно стало открывать в частном формате. Кто-то, допустим, не знаю, отучился по спорту или танцы. И человек потом открывает кружок, допустим, бальную танцы или балет. Вот эта тема здесь распространена вообще? Да, есть. Есть у нас. Буквально у меня дочка ходит на танцы. Девочка сама занималась в студенческие годы спортивными танцами. То есть она чирлидер, и, соответственно, она сейчас, у нее тоже кружок. Она деток учит спортивным танцам. Там идет уклон больше на хореографию, на растяжку. Эстрадных танцев там как таковых нет. Я просто сама знаю, с чем сравнить. Сама долго занималась танцами. Буквально практически все школьные годы. И, конечно, смотрю и ругаюсь. Но так нельзя танцевать. А взрослые тоже сейчас вот много всякие студии, йоги, студии. По крайней мере, в больших городах, да? Тоже в частном порядке кто-то открывает. И вот как-то это пришло сюда? Да, конечно, есть и йога, и пилатес, и различные там растяжки, стрейчинги. Это тоже есть. И очень много и парней, и девушки ведут, занимаются. Есть индивидуальные занятия, я знаю. Девочки у нас ходят. Так, идем вот в это. Музей Магнезит. Надавали нам камешков в качестве сувениров. Экскурсовод сказала, что камень, по мнению астрологов, камень сваха. А если вы одиноки, у вас никого нет, вот берешь такой камешек, и находится спутник жизни. Про серьезное. Как тебе кажется, какая главная проблема в Ярузане есть сейчас? Ну, на твой взгляд, чего тебе, может, не хватает? Или чего бы тебе хотелось? Все-таки работы не хватает у нас. У нас нет предприятия, как такового, которое бы элементарно налоги бы перечисляло в наш бюджет городской. Соответственно, не облагораживаются улицы, нет элементарного ремонта. У нас проблемы с отоплением, большие причем проблемы и по финансированию, и вообще по содержанию. У нас огромные ценники по коммуналке. То есть, если в большом городе коммуналка в районе, ну, утрированно возьмем двухкомнатную квартиру, там 3-4 тысячи выходит, у нас 5-6. Естественно, у нас нет инфраструктуры для детей конкретно. У нас не оборудованы детские площадки, у нас в принципе их нет как таковых. Да и менталитет, если честно, он местный, местечковый, и это очень сильно напрягает. Чем хорош большой город? Ты идешь, тебя никто не знает, ты никого не знаешь, всем плевать на тебя, тебе плевать на них. Ты идешь, какие у тебя проблемы? Мне абсолютно все равно, что он там обо мне подумал, как я одета, как он одет. Вот я тебе говорила, что ты все равно есть, да. А здесь ты идешь, тебя 33 раза обсмотрят, как ты одет, как ты обут, обсудят, передадут. Ну, это вот почему, как тебе кажется? То, что реально просто, ну, скучно живется? Да, просто людям нечем заняться, у них ненасыщенная жизнь, им просто, ну, если у меня целая куча проблем, которые мне нужно постоянно, ежедневно решать, у меня дети, у меня муж, у меня какие-то заботы, проблемы, там, путешествия, отдых, может быть, или наоборот, какие-то заморочки, то зачем мне чужие проблемы обсуждать? Ну, это менталитет. Все-таки менталитет маленьких городов, он, наверное, большую роль играет в воспитании. Если у вас в семье принято обсуждать жизнь чужих людей, то, наверное, глядя на своих родителей, ты будешь точно так же делать. Мы познакомились с парой, с Фиадоси, в Доминикане, и сейчас с ними до сих пор дружим. Мы в отпуск уже, ну, в Мексику ездили вместе, и вот сейчас в Турцию планируем, уже с детьми. Они своих берут на своих, а они же тоже, у них свой говор этот вот южный, ага, кают, окают, ну, интересный такой. Мы такие, да, у вас этот вот говар, вот этот вот свой, они говорят, ну, вы тоже, у меня муж, ты, говорит, быстро очень говоришь. Много и быстро, быстро, быстро. А ты, говорит, как москвичка. Я говорю, ну, не знаю. Не знаю. Ну, на самом деле, мне кажется, вот прям явно московского говора. Хотя, со стороны, это мне кажется, нет. Когда я тоже где-то оказываюсь, мне тоже начинают говорить, что что-то аква. Я даже не понимаю, что это значит, я аква. Ну, вот, Крестинка мне сказала, что ты больше на москвичку, то есть ты никак, никак. Мой муж, я разговаривала, он тра-та-та-та-та-та-та-на-чиха, а я как-то все-таки больше. Как, кстати, вот мы говорили про Москву, как относятся здесь, к Москве вообще, к Твиттеру, к Толице? Все зависит от возраста и достатка. Есть люди обиженные на власть. Ну, это в большинстве, наверное, все-таки пенсионеры и люди старшего возраста, которые в советской закалке. Они считают, что у них что-то отобрали, что-то забрали. Работать самостоятельно они не хотят. Советский менталитет, что им все-все должны, а они будут только приходить на работу, ставить галочку и уходить. Вот он остался, я с ним вообще прям крайне не согласна, но они есть, их много. Как правило, на периферии их очень много. А тебе что кажется? В чем они неправы? Да, во всем неправы. Ну, может быть, есть такое, что нельзя все-таки, как у нас очень часто сравнивают Москву, например, ну, даже и тот же Челябинск. Это вообще два разных государства. Доходы очень сильно разнятся, даже если брать эти два города, миллионника. Даже взять тот же Челябинск, там зарплаты гораздо ниже. И брать всю страну, обхватывая и Москву, и Челябинск, это, по-моему, неправильно. И очень много людей все-таки ругают и говорят, что ват, москвичи зажрались. Ну, а тебе, как кажется, вот вообще правильно устроено, что очень много сосредоточено в Москве, не знаю, денег и, не знаю, бизнес, и, блин, все, ну, структура государства и так далее. А это уже не изменишь, это испокон веков так ведется. Ты возьми даже ту же самую Киевскую Русь, где у нас был центр. Это она потом, да, Московская, Киевская Русь стала, а до этого Новгород. И все же вокруг него крутилось точно так же. Все остальные плакали, ревели и так же сейчас. Мы уже ничего не сможем изменить. Наш вариант только переехать в Москву и как-то там обосновываться. Ну, и то сейчас у нас этого, наверное, не получится, но, возможно, у наших детей что-то получится. А тебе, как кажется, это вообще в чьей власти возможно это как-то поменять? Кто это может ценить? Может быть, это изменится, но для этого нужны даже не года, а столетия. Это же ментальность. Ну, а если бы представить, Юрюзани вы сейчас взяли и завод восстановили. Пусть он очень другое производил. Понятно, не холодильники там, допустим. Не знаю, вентилятор. Все равно были бы недовольны. Ну, какая разница? Есть же люди, которые, в принципе... Градообразующие предприятия. Да, я не спорю, это было бы просто замечательно и для города, и для населения. Соответственно, новые рабочие места, новые доходы, вообще все новое. Но есть же люди, которые, в принципе, всегда всем недовольны. Ну, это отдельная категория, да? Я так в целом, что как бы было бы больше возможностей здесь. Конечно, я не спорю. Здесь было бы что-то тоже, да? Наверное. А не строить бесконечно, расширяя Москву, мне кажется. И строить все больше и там, и там, и там. Последний раз, когда были в Москве, зашли. Ну, мы были на окраине с Соларио. И там вот этот новый Солярис, новый торговый центр. Мы заходим в него и разговаривали, по-моему, с охранником, что ли, на стоянке, на парковке, по-моему, вообще. Он говорит, а, нет, с водителем такси. Такси мы ехали до этого Соляриса, говорит, год назад еще не было. А вот, говорит, он за год и вырос такой огромный. Мы там зашли, мы его даже за вечер не смогли обойти. У нас, конечно, такого нет. Москва, конечно, строится просто, я не знаю, с какой скоростью, с неимоверной. Вот-вот. А можно было бы отшипнуть чуть-чуть? Можно, мы были бы, напротив. Всем. Всем. Место, где раньше добывали руду. Вот что я поняла про себя благодаря этой поездке. Я здесь не была почти 9 лет на Урале. За это время объездила много разных стран и городов. И у меня есть всегда необъяснимая любовь к горам. Я поняла, что это уже на подкорке, потому что я выросла среди этого, среди уральских гор. Плюс второе мое место жительства был Казахстан, где тоже есть горы. В частности, в Алма-Ате. И я поняла, что это просто вот в тебе, когда ты растешь, ты не осознаешь, потому что это обычно, это вокруг, это всегда. А потом вырастаешь и понимаешь, что вот оно откуда. Откуда ты это все любишь, потому что это было с тобой с самого детства. Я какие-то вещи решила записывать уже в Москве. Сзади меня уже Московский парк. Потому что многое, понимаешь, уже после, такое послевкусие остается. Я, знаете, что поняла, что, наверное, самое ценное в моей поездке на Урал, конечно, потрясающая природа, которую я начала оценить только с годами. Что-то раньше она для меня была вообще как бы, как само собой разумеется. Самое главное – это люди. Люди, они по-хорошему простые. Они открытые, они приятные. Все-таки ни в коем случае сейчас не в обиду, но провинции она дает о себе знать. Я люблю сложных, интересных людей. Часто за этим кроются интересные мысли, интересная человеческая жизненная история. Но, блин, в Москве от этого часто устаешь. Когда у каждого свои какие-то принципы, свои привычки, свои особенности. Каждый на своей волне, каждый весь из себя особенный. И хочет быть таким, потому что это как бы здесь круто. Ты должен быть особенным часто. Мне очень понравилось то, что люди простые, открытые, добродушные, доброжелательные, готовые прийти на помощь, готовые поддержать тебя. Это как-то даже на бытовом уровне срабатывает раз-раз-раз, и все быстро как-то происходит, как пазлы такие. Еще одна мысль, которая не в пользу, наверное, совсем провинциального маленького города, что тоже в этот раз стало очевидно, что даже самый-самый дальний спальник Москвы, он, как правило, более продвинут, насыщен разной инфраструктурой. В нем будет обязательно кафе, ателье, аптеки и так далее, и так далее. То, чего часто не найдешь в очень маленьком городе. Да, это там тоже будет, но точечно, где-нибудь в центре, с режимом работы до 6 вечера. Поэтому даже с этой точки зрения в Москве, конечно, жить просто удобней. Даже где-нибудь за МКАДом, даже где-нибудь совсем-совсем в обычном, самом доступном спальнике. Субтитры сделал DimaTorzok